Пожарно-техническая экспертиза Как часто проводите и с какими недостатками и проблемами боретесь при выполнении рецензионных заключений специалистов? Конечно, мы проводим рецензирование. Здесь мы опять-таки уходим с вами в вопрос, почему люди в принципе обращаются в негосударственные экспертные учреждения. От органов МЧС их заключения часто приходят с нарушениями принципиальных норм проведения судебной экспертизы. Часто они строят выводы абсолютно необоснованно. То есть, как я уже говорил, провода не изъяты с места происшествия, но пишут, что наиболее вероятно это аварийный режим работы, электрооборудование. Судебам остается только на основании этого строить какие-то выводы. Ну то есть вывод похожий на вот этот, помните, из юмористической передачи, потому что гладиолус, да? Да, ну как иначе. Ясно. Но я думаю, что не только рецензирование государственных заключений вы проводите, но и частных. Да, естественно, частных. Это вообще отдельная веселая тема. Часто попадаются заключения людей, у которых даже образование, в принципе-то, попадался мне человек, у него просто юридическое образование. Но он считается экспертом пожаротехникам у себя в организации, хотя специально у него юрист. Ну, гуманитарий, как правило, не приспособлен к инженерным каким-то. Нет, если он спрятал там некое техническое образование, то теоретически можно было бы, да? Но умолчал бы. Чистый гуманитарий, конечно же, химия, металловедение не может ни при каких обстоятельствах проводить, даже гипотетически. Какие еще недостатки вы выявляете в результате рецензирования? И, в принципе, система рецензирования основана на оценке качества экспертного заключения, либо заключения специалиста. Если это заключение эксперта, то по всем нормам федерального закона 73-го соблюдено проведение этой экспертизы, составленное заключение. Часто в процессе рецензирования удается, если как минимум, найти недочеты в исследовательской части, допустим, в осмотре того, как проходил осмотр место происшествия. И максимум это удается доказать, что, в принципе, выводы эксперта либо не обоснованы, либо они разнятся с исследовательской частью. Писал сначала об одном, но вышел на совершенно другое. В принципе, в таких случаях нам удается, естественно, помочь людям и выяснить некую правду, которая впоследствии доказывается в суде. Я от себя хотел бы добавить о том, что система рецензирования вообще превосходная вещь, к сожалению, которой пока наш законодатель и госорганы, которые пытаются принять новый федеральный закон о судебной экспертизе, к сожалению, не придают нужного значения и нужного статуса юридического. То есть все говорят о рецензировании, все проводят рецензирование, государственные органы рецензируют частников, частники рецензируют государственных, то есть обливают обоюдно друг друга грязью, но при этом система рецензирования не установлена достаточно адекватно, ее востребованность. Что такое рецензия? Рецензия это заключение специалистов, внесудебное, внепроцессуальное. Рецензию заказывают тогда, когда человеку отказано или предприятие, ну не важно кто там участник процесса, когда одной из сторон отказано в проведении процессуальной экспертизы, ну то есть судебной экспертизы. Как только вам отказано в проведении повторной либо дополнительной судебной экспертизы в рамках следствия, дознания и так далее, пожалуйста, используйте внесудебное исследование в двух форматах, просто заключение специалиста, который будет проводить экспертизу, скажем так, вовне суда или вовне какого-то процесса по имеющимся документам или вещдокам. Либо если у вас есть негодное, недостоверное, необъективное заключение эксперта или специалиста сторонней организации, и вы понимаете, что это заключение надо уничтожить, ну я утрирую, конечно же, надо его оспорить неким образом, пожалуйста, воспользуйтесь выработанной последним десятилетиям системой рецензирования. Поручайте проведение рецензионных исследований в другую экспертную организацию, неважно какую, лишь бы она имела в штате эксперта с высокой квалификацией, с высоким уровнем доверия в судебных и следственных органах, что очень важно. Не поручайте проведение экспертизы в малоизвестные микроскопические организации, которые появились вчера на рынке и завтра уйдут с него, потому что мучиться вам придется с таким заключением рецензионным достаточно долго. Судебные процессы по пожарным делам, скажем так, они длительные, они дорогостоящие, сумма ущербов колоссальная, поэтому не экономьте и не связывайтесь с маленькими ООО «Розовый Фламинго». Да. Вот. Ну я надеюсь, что после того, как новый федеральный закон будет принят, к нему будут приняты десятки, может быть сотни поправок, в частности, я хотел бы, чтобы там было, конечно же, приложение о системе рецензирования. То есть, все-таки рецензирование, оно вошло в наш обиход на более высоком уровне, о чем мы все, в принципе, ратуем. Мы ратуем за то, чтобы кадры чистились, чтобы экспертизы писались качественно, но при этом по факту ничего для этого не принимается. Система оспаривания экспертизы не существует. Система оспаривания экспертизы не существует.